добрый день сегодня второй день без дождя солнце погодка хорошие дел в саду и в огороде скопилось очень много работы очень много набралось за эти дождливые дни планов на сегодняшний день очень много поэтому будем работать сегодня нужно привести в порядок вот этот палисадник перед домом чем я сейчас и буду заниматься буду пропалывать весь сорняк все проруда уберу всю траву буду подкармливать растения свои подпушу а кучу в общем обычные садовые работы я еще не все свои розы обрезала после зимы вот этим сейчас и буду заниматься буду обрезать розы буду их подкармливать от болезней их уже обрабатывала осталось только подкормка сейчас подкормлю пролью немножечко замульчирую естественно обрежу все замерзшие все сухое поврежденное хочу показать вам вот эту розу вот он большой куст это роза чипендейл вообще одна из моих любимых роз очень красивая шикарный крупный цветок полностью такой набитый махровый набитый прям весь запах у него бесподобный цвет такой знаете переливающийся персика розово-оранжевый какой-то вообще просто вот изумительная роза так вот что вам хочу показать я думала нам не зимой замерзнет у нас был мороз минус 18 розы свои на зиму я никогда не укрываю ну как бы у нас таких сильных морозов то никогда не бывает но в этом году была вот такая вот аномальная зима так вот я хочу сказать что ни одна веточка на этой розе не замерзла посмотрите абсолютно все ветки с зелеными побегами вот по длине все веточки видите вот это вот живая вот идет веточка живая буквально вот здесь кончик от морс сантиметров 10 также вот с этой стороны ветки видите вот они зеленые побеги буквально вот здесь вот чуть-чуть от морзло и все но я хочу сказать я думала что ее ну как бы побеги да ведь они не вызревшие как бы не такие мягкие как будто бы они не вызревшие она прекрасно перезимовала меньше всего я ожидала от нее думала что она замерзнет но как ни странно оказалась настолько устойчивой розой ни одна веточка не отмерзла поэтому сейчас ее обрежу приведу в порядок подкормлю будем ждать цветения и наслаждаться красотой этой розы чем буду подкармливать значит я делаю вот так вот вокруг до приствольного круга но приствольный круг вот так вот немножечко откапываю насыпаю туда удобрения насыпаю туда конский гранулированный навоз немножко все засыпаю и мульчирую опилками да да я свои розы мульчирую опилками прекрасно растут развиваются вот можете это видеть хорошие красивые кусты значит у меня вот такой вот гранулированный конский навоз мне очень нравится как он работает розы вообще очень хорошо отзываются на внесение этого навоза роза это сестра навоза не зря же так говорят и вот такое у меня буйские удобрения это ому для роз тоже в прошлом году подкармливала им мне очень понравилось все розы были в хорошем состоянии зеленые крепкие смотрите свои розы я большинство своих русских не так уж и много у меня собственно а я заказывала у полины козловой осенью тоже заказывала несколько розочек новых сортов так вот что хочу вам показать вместе с этими розочками мне пришел вот такой вот подарочек вот это здесь микроэлементы для подкормки вот здесь написано 20 20 20 вот такая баночка до с удобреницем мирная ложечка прилагается сюда его здесь написано что 20 20 20 это здоровый рост то есть вот это растет для здорового роста а именно вот для весенней вот этой подкормки которая нужна именно сейчас необходимо розам все здесь инструкции 1 мерная ложечка без горки на 5 литров воды вы знаете возможно это мелочи да но это настолько приятно вот что человек отправляя тебе твой заказ да ну как бы вот таким образом оказал тебе внимание внимание твоим розам вот поэтому большое спасибо полине за такой вот подарочек и что самое интересное вот о чем она всегда и говорит что только здоровая листва вот здесь написано воспринимает весь комплекс микроэлементов так что сначала лечим розы а потом кормим вот такой вот приятный подарочек поэтому надеюсь в этом году мои розочки все будут красивые здоровые и будут все лето цвести всем спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал всем пока